Никогда раньше так не портил досу. Все прилипло. Первая доса всегда комом. Не снимайте, не снимайте. Рада очень смелый повар. Так что я пытаюсь немного снизить риски для будущих жертв. Сегодня явно не мой день в том, что касается готовки досой. Но все равно будет вкусно. Идеальная круглая доса, как из ресторана. Ешь и говори. Неплохо. А ты быстро учишься. Это специально приготовленное мною тесто. Кто это съест? Без вариантов. Не придется отдать это той, которая уже в рабстве. Только ей, потому что никто не сказал «да». Может, сложу еду сюда и заберете с собой? Останься в рабстве на всю свою жизнь. Для женщин раги – самая полезная крупа. Проса – это решение для нашего здоровья, для здоровья почвы и для того, чтобы в мире не было нехватки еды, чтобы никто не умирал от голода. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Намаскарам. Этот год объявлен Годом Проса. Мы едим Проса начиная с самого детства. Но сейчас важно донести эту культуру до всего населения. И в какой-то степени до всего мира. Это очень важно для здоровья человека в целом. Потому что это стало серьезной проблемой. И дефицит питательных веществ из-за потребления только одного вида крупы. и пандемия диабета, охватившая весь мир, в особенности Индию. Наиболее важным аспектом является то, что выращивание Проса гораздо лучше подходит для восстановления почвы, чем выращивание пшеницы и риса, которые стали основными зерновыми культурами для всего мира. Проса изменит ситуацию. Для его выращивания не требуется столько же воды, сколько требуется для риса и пшеницы. Эти две культуры, по сути, культуры речных дельт. Такими они и должны были оставаться. Рис выращивали только в районах речных дельт, где, естественно, было определенное количество стоящей воды. Также его выращивали на болотах и в других подобных условиях. Но сегодня для этого мы усиленно орошаем земли. Так мы не только расходуем воду, но и во многом разрушаем почву. Как для здоровья человека, так и для здоровья почвы потребление Проса принесет огромную пользу. Моя дочь Раде живет в Чинай и питается только рисом. Идли из риса, Доса из риса, Понгал из риса, рис, рис, рис. Это Чинай. Так что я пытаюсь перевоспитать ее, чтобы она также употребляла в пищу Проса. И, конечно же, она очень смелый повар. Я хочу сказать, что тем, кто это потом будет есть, смелость не помешает. Так что я пытаюсь немного понизить риски для будущих жертв. Сегодня мы готовим Досу из Раги. Раги — это очень важный злак на индийском субконтиненте. И особенно, когда мы росли в Карнатеке, он был частью ежедневного потребления. Но потом почему-то его начали критиковать. Стали говорить, что это еда бедняков и есть Раги непрестижно. Но Раги дарит вам здоровье, благополучие, питает вас. Дамы всего мира, я должен сказать вам, что для женщин Раги — это самая полезная крупа. Этот сорт Проса невероятно полезен для женщин. Среди всех зерновых он содержит больше всего кальция, а также очень много железа, что актуально сегодня. Во-первых, во всем мире наблюдается высокий уровень анемии, особенно среди женского населения. Во-вторых, есть проблема снижения плотности костной ткани на определенных этапах жизни женщины. И Раги может иметь огромное значение в решении обеих проблем. Я до сих пор думаю, что готовка по большей части, если только вы не питаетесь исключительно за счет доставки еды, я до сих пор думаю, что в доме по-прежнему готовят женщины. Они должны взять эту крупу на вооружение и убедиться, что ее едят все члены семьи. Нельзя сказать, что она не подходит для мужчин, она полезна для всех. Просто для женщин она несет особую пользу, потому что нехватка определенных питательных веществ в некоторых регионах была проблемой из-за потребления только одного вида крупы. И не все люди способны должным образом соблюдать другие пищевые аспекты. Для всех них употребление Раги может привнести огромную разницу. Сегодня в Индии наше правительство придумало для проса прекрасное название, заимствованное из традиций, но возвращенное в обиход название Шири Аннам. И здесь, в центре Йоги Иша, по крайней мере пять дней в неделю, все едят проса. Мы также вдохновляем местных фермеров и организаций фермеров-производителей выращивать проса. Потребление проса постепенно растет повсюду рядом с нами, но это должно происходить по всей стране для оздоровления населения и по всему миру для оздоровления человечества. Обычно первая доса — комом. Не снимайте, не снимайте. Чтобы приготовить проса, нужно время. Оно готовится немного дольше. По крайней мере, в таком виде. Немного дольше, чем рис. Но оно гораздо полезнее. Это укропа с очень медленным высвобождением веществ. То есть, если вы едите проса, у вас не будет скачка сахара. Оно высвобождает глюкозу очень медленно. Таким образом, особенно для тех, кто страдает от диабета или кому угрожает диабет — раги. А также другие виды проса очень помогают. Неплохо, ты бы сручишься. Когда мы много путешествовали по карнетике, мы часто покупали и ели раги-муды по дороге. Но сейчас его встретишь не так уж и часто. И раньше он был очень мягким, его легко было есть. Но теперь, в большинстве мест, когда вам подают раги-муды, его невозможно проглотить. Его неправильно выращивают, или все зависит от того, как он был приготовлен? Что касается приготовления раги, люди утратили этот навык. Сегодня придумали разные кухонные приборы, например, рисоварку, появилась также специальная варка для раги-муды. Так говорят, я сам ее не видел. Но для приготовления раги-муды нужно приложить некоторые усилия и по-настоящему как бы вымесить его. Во время приготовления его нужно как следует вымесить, иначе ничего не получится. Но сегодня я приготовлю раги-роти. Это очень вкусные и простые для приготовления лепешки, по сравнению с муды. Но раги-муды интересен тем, как его едят. Обычно, только в Карнатеке люди знают, как его есть. В Тималнаде люди смешивают его, как рис, и едят. Но в Карнатеке мы делаем из него маленькие шарики, обмакиваем их в карри и глотаем почти нерожовое. Это уникальный способ употребления пищи. Такой способ очень подходит тем, кто работает на ферме, потому что раги, как я уже говорил ранее, это просто с медленным высвобождением веществ. Если есть его таким образом, просто обмакивая его в зеленый или в любой другой карри, суть в том, что если его не разжевать, высвобождение веществ происходит еще медленнее. Так что если вы съедите один большой раги-муды, например, утром, и целый день будете работать в поле, в 8 часов, вы не будете испытывать чувство голода или слабости, потому что высвобождение веществ будет очень медленным. Это то, к чему пришли люди, понимая, что если его разжевать, он усвоится быстрее. Так что его готовят в виде маленьких шариков и проглатывают. Все это в ходе собственных наблюдений открыли люди, которым приходилось работать в поле без доступа к еде в то время, когда им хотелось есть. Это раги-роти. Вам понадобится банановый лист или вы можете использовать пергамент для выпечки. Но важно использовать муку из раги. Пропарьте ее немного. Можно даже в идле варке. Просто немного пропарьте, а затем добавьте что-нибудь для вкуса. Здесь у меня кориандр. По желанию можете добавить лук, кокосовую стружку, мелко нарезанный перец чили по вкусу и, конечно, немного соли. И бум, у вас отличный завтрак или обед, или ужин. Хочу предупредить всех, кто смотрит это видео. Это тесто я приготовил специально. Оно обладает невероятным вкусом. Предупреждаю. Если вы съедите эту лепешку раги, вы можете стать моим рабом на всю жизнь. Так что я предупреждаю вас заранее. Если вы не готовы к этому, не пробуйте мои раги-роти. Кто съест эту лепешку? Кто хочет стать рабом? Никто не соглашается, так что... Без вариантов. Мне придется отдать ее той, которая уже у меня в рабстве. Только ей, потому что никто другой не сказал «да». С лепешкой подаем красный чатни. Стань рабом на всю жизнь. Здесь разные сорта проса, которые выращиваются в нашем регионе. Раги, сами, садже, варгу, камбу. Это все тамильские названия. В других местах их называют по-своему. Здесь набор из шести различных сортов проса. И если вы все еще не знаете, как их готовить, то можно просто отварить и съесть как рис. Или же можно приготовить лепешки. Но есть еще одна смесь, которая называется санжевини. Здесь 14 различных ингредиентов из всех этих видов проса. Различных бобовых, икроп, а также немного орехов и тому подобного. 14 различных ингредиентов, что само по себе составляет полноценный рацион. Можно просто отварить в воде и пить, или приготовить из нее лепешку, или что-нибудь еще. Для тех из вас, кто хочет готовую смесь, такое тоже есть. Идея всего этого заключается в том, что мы должны вернуть проса в мир в большом количестве, для массового потребления, если мы действительно хотим восстановить почву. А также во многом восстановить здоровье людей, потому что, когда отдельные народы растут и становятся богатыми, они тратят невероятные суммы на здравоохранение. Так не должно быть. Потому что, когда нация становится богатой, у нее появляется выбор как в питании, так и в образе жизни. Когда у вас есть выбор питания и образа жизни, вам, в общем, незачем болеть. Вы должны позаботиться об этом. Но, к сожалению, чем богаче становятся нации, тем больше они страдают от болезней. Это одна из причин, почему мы ищем способ включить проса в рацион каждого. И основной интерес заключается в том, чтобы почва была здоровой. Возрождение почвы, регенерация почвы в мире могла бы выйти на стабильный уровень, если бы, по крайней мере, 50-60% из потребляемых круп составляла проса. Очень легко при любых погодных условиях и состоянии воздуха мы могли бы быть уверены, что в мире не будет такого явления, как голод. Если выращивать проса в больших масштабах и позаботиться о том, чтобы его выращивали во всем мире, немного изменив наши пищевые привычки, мы сможем гарантировать, что мучительный голод, который продолжает происходить по всему миру снова и снова, больше не повторится. Сегодня еда выращивается в одном месте, но съедают ее где-то за 10 тысяч километров. Так быть не должно. Основные продукты питания должны выращиваться там, где живут люди. И проса – это решение для этой проблемы, потому что проса можно выращивать в любых условиях, в любой почве, с любым воздухом, в любых климатических условиях. Кроме того, выращивать проса можно даже в почвах с минимальным количеством влаги. Проса – это решение для нашего здоровья, для здоровья почвы и для того, чтобы в мире не было нехватки еды, чтобы никто не умирал от голода. Сделаем так, чтобы это произошло.